Драка с братом, обморожение половых органов, убийство талибов в Афганистане. Главная из мемуаров принца Гарри, которые стали бестселлером. В начале января, через два года после объявления об отказе королевских полномочий, мир увидел очередную порцию откровений герцога Сассекского, британского принца Гарри, который вместе с семьей сейчас живет в Соединенных Штатах Америки. Вышли его мемуары под названием «Спэа», в переводе с английского «Запасной». Еще до появления книги на полках книжных магазинов, она стала бестселлером и одной из топ-тем средств массовой информации. Издание «Гордон» собрало ключевые факты о книге, о ее успехе и пересказывает самые резонансные заявления принца. Мемуары, которые стали бестселлером. В Великобритании продажи с пэр стартовали 10 января, и мемуары принца Гарри в первый же день стали самой продаваемой в стране книгой нехудожественной литературы. За день продали 400 тысяч ее экземпляров, пишет The Guardian. Как рассказал управляющий директор издательства Ларри Финли, лучшие в день рождения появления на полках магазинов продавались только книги о Гарри Поттере. При этом очередей в книжных магазинах в Великобритании не было. За несколько дней до выхода с пэр британских СМИ опубликовали отрывки из мемуаров. Всего в первый день продаж в разных странах реализовали почти полтора миллиона экземпляров книги. СПР продается на онлайн-площадках, в том числе Amazon и Guardian Bookshop. Ее стоимость варьируется от формата – около 18 долларов или 35,5. При этом аудиоверсию Гарри озвучивал сам, пишет BBC. Часть доходов от продажи мемуаров будут перечислены благотворительным организациям, которые оказывают помощь тяжелобольным детям, а также детям и подросткам с ВИЧ. Мемуары принца уже переводят на украинский. Этим занимается издательство Лаборатория. Над текстом работают три переводчика. Точные даты релиза пока не называют, но предполагается, что это произойдет в марте-апреле. На сайте издательства уже доступен предварительный заказ. Стоимость книги в твердой политурке – 499 гривен. В описании к мемуарам говорится, что СПР с ее непоколебимой честностью является знаковой публикацией полной прозрения, откровения, самоанализа и мудрости, которую с таким трудом удалось завоевать, о вечной силе любви в борьбе с горем. Пенген Рандом Хаус анонсировали ее перевод на 15 языков, но, вероятно, переводов будет больше, так как украинская версия уже готовится, хотя и не упоминается в релизе. О чем рассказали СМИ до и после выхода книги? Самые растиражированные заявления Гарри. Еще до выхода книги в СМИ начали появляться утечки. Первые статьи о содержании мемуаров западные издания опубликовали 5 января. The Telegraph уже после выхода мемуаров опубликовала их пересказ за 3 минуты. Также часть пролога была опубликована на Amazon. Лимитированная версия книги доступна в Google Books. СПР – это книга на 416 страницах. Она состоит из пролога, трех частей и эпилога. В СМИ уже широко разошлись ряд заявлений, сделанных в мемуарах. В прологе герцог описал свою встречу с отцом и братом после похорон принца Филиппа, отца Чарльза. На тот момент еще принца, а сейчас короля. Согласно рассказу Гарри, он попросил их о встрече в саду усадьбы Фрогмар. Чарльз и Уильям опоздали, рассказал Гарри. Ожидая их, он размышлял о матери, о дедушке и о том, как с супругой покинул Лондон. Когда мы с женой покинули это место в страхе за наш рассудок и физическую безопасность, я не был уверен, что когда-нибудь вернусь. Это было в январе 2020 года. Теперь, 15 месяцев спустя, я был здесь, через несколько дней после того, как проснулся от 32 пропущенных звонков и одного короткого душераздирающего разговора с бабушкой. Гарри. Дедушки больше нет, вспоминает он. Чарльз и Уильям шагали плечом к плечу, выглядели мрачно и почти угрожающе. Так Гарри описал их появление, отметив, что от этого вида у него свело живот. Чарльз в этот день сказал сыновьям, пожалуйста, мальчики, не превращайте мои последние годы в страдания. В первой части Гарри рассказывает о детстве. Делится воспоминаниями о матери, принцессе Диане, и о том, как Чарльз сообщил о ее смерти, похоронах и знакомстве с другой женщиной, Камилой Боукс, которая сейчас является королевой консортом. Он также рассказывает там о курении марихуаны и о том, что король Чарльз садистски шутил, что его отцом может быть майор Джеймс Хьюитт, возлюбленный Дианы. Гарри опровергает эти слухи, подчеркивая, что родился до того, как его мать познакомила с Хьюиттом. В этой части мемуаров первое из наиболее растиражированных воспоминаний Гарри о том, как потерял девственность. Этот эпизод в своей жизни принц Гарри называет бесславным. По словам герцога, этот опыт он получил с женщиной, которая старше его, любила лошадей и вела себя с ним не иначе, как с молодым жеребцом. Гарри описал первый секс как быструю возню. По словам принца, это произошло на траве за шумным пабом, после чего его партнерша хлопнула по заднице принца и отправила его во своясе. Это негативное воспоминание для Гарри. Очевидно, что нас кто-то видел, пишет он. Имя женщины в книге не упоминается. По H6 пишет, что много лет ходят слухи, будто Гарри потерял девственность с актрисой Элизабет Хёрли, которая старше него на 19 лет, когда он был подростком. Хёрли в интервью The Times, вышедшем в декабре 2022, отрицала это. Друзья, добрый день. Вот такая у нас обстановка, видите, света нет. Опять спасибо нашим русским, в кавычках, братьям, чтобы они горели в аду. За всё, что они для нас сделали хорошего, в кавычках, опять-таки. Вот сейчас сижу, подписываю для своего магазина мерча Гордон Шоп книжки. Вот уже, видите, вот такая лампочка у нас, вот такая, видите, как на батареечках. Вот уже 9 книжек подписал. У меня осталась 10-я одна, вот такая вот, видите. Сейчас буду подписывать, чтобы вы видели, как это происходит и знали, что это подписываю я, а не кто-то за меня. Я всегда делаю всё сам. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот так раскрываюсь. Вот так вот делаю. Неудобнее было. Сейчас за что-то зацеплю красиво. Так. За планшетик. А что делать? Приспосабливаемся. Человек такое животное, что ко всему приспособится. Сейчас вам покажу, как я буду эту книжку подписывать. Так видно будет, видно будет, да. Вот видите, как-то так. Всех победим, всех одолеем. Слава Украине! Следующий эпизод из книги, который стал резонансным, — воспоминания об Афганистане. Они изложены в одной из первых глав второй части мемуара. Гарри рассказывает там о службе пилота вертолёта и заявляет, что убил 25 боевиков талибана. Он заявляет, что в полубое не думал об этих талибах, как о людях. Вы не можете убивать людей, если думаете о них, как о людях. Вы не можете по-настоящему навредить людям, если думаете о них, как о людях. Это были шахматные фигуры, убранные с доски. Плохие, прежде чем они могли убить хороших. Я был обучен воспринимать их, как других, обучен хорошо. На каком-то уровне я осознавал эту выученную отстранённость как проблему, но я также считал её неизбежной частью солдатской службы, — говорит Гарри. Его высказывания прокомментировали талибы. Лидер талибана Анас Хакани заявил, что действия Гарри — часть многих военных преступлений за 20 лет западного военного присутствия в Афганистане. А вот бывший военный офицер, полковник Ричард Кэмп, сказал BBC, что слова принца нерассудительны, а полковник в отставке Тим Коллинс, комментируя слова о шахматных фигурах, заявил, что в армии так себя не ведут. Он назвал мемуары Гарри трагической аферой для зарабатывания денег. Он сильно подвёл команду, мы не делаем зарубок на прикладе, и никогда не делали, заявил Коллинс. В этой же части книги Гарри рассказал, что во время поездки на Северный полюс получил обморожение пениса. Также там изложены воспоминания о свадьбе Уильяма и Кейт, о знакомстве с герцогиней он рассказал и в первой части. Две главы посвящены паническим атакам Гарри. Третья часть книги начинается со знакомства принца с его будущей женой Меган Маркл. В ней также изложены воспоминания о конфликте Гарри с Уильямом, случившемся из-за Меган. Это третий эпизод, облетевший мировые СМИ. Согласно цитате, которую приводит The Guardian, инцидент произошёл в Лондоне в 2019 году, уже после свадьбы Гарри и Меган. Уильям тогда приехал к брату, чтобы высказать недовольство по поводу характера его жены. Назвал Меган грубой и резкой, что, по мнению Гарри, было повторением утверждений, тиражируемых таблоидами. Спор братьев обострялся, пока Уильям не схватил за воротник Гарри и повалил его на пол. «Я упал на собачью миску, которая треснула под моей спиной, и её осколки вонзились в меня», – пишет Гарри. По словам принца, поднявшись, он сказал брату «Убирайся». Ещё один эпизод, на который обратили внимание СМИ, касается утверждения финансовой поддержки со стороны отца Гарри. Чарльз якобы сказал Гарри перед свадьбой, что ему и так приходится платить за его брата и Кэтрин, и он не может платить за кого-то ещё. По словам Гарри, отец не поддерживал его и брата финансовой щедрости. Служение монархии принц назвал работой. «Мы согласились служить монарху, идти туда, куда нас посылали, делать всё, что нам говорили, отказаться от своей самостоятельности, постоянно держать руки и ноги в позолоченной клетке. А в обмен хранители клетки согласились кормить и одевать нас», – заявил он. Почему же «Запасной»? Название книги, вероятно, пошло от английской поговорки «О наследнике и запасном». Журналисты BBC так характеризовали Гарри ещё в 2015-м, а «The Guardian» пишет, что обида на этот статус стала объединяющей темой книги принца. В частности, Гарри рассказал в мемуарах историю о том, как его отец якобы сказал принцессе Диане в день рождения младшего сына. «Замечательно. Теперь ты подарила мне наследника и запасной вариант. Моя работа закончена». Принц считает, что он появился на свет на случай, если с Уилли что-то случится. По мнению Гарри, его родили, чтобы при необходимости он мог стать для старшего брата донором, возможно, почки, костного мозга или крови. Как отреагировала королевская семья и что говорят критики? Никак. Родственники Гарри не комментировали выход его мемуаров. Обозреватель Abserved Кэттен Беннетт считает, что откровения принца Гарри не представляют серьёзной угрозы для монархии. Если не считать скупости короля и его нежелания бросать вызов прессе, то версия короля, которую представил публике Гарри, возможно, является наиболее округлой, пишет она. Писательница и журналистка Рэйчел Кук заявила в статье для Guardian, что СПР входит в число самых странных книг, которые она читала, но признала, что в некоторых моментах книга очень печальна. По мнению журналистки, принц одержим женой, а благодарность не то, с чем Гарри хорошо знаком. Сам же герцог Сасекский 10 января принял участие в телешоу The Late Show, которое выходит на американском канале CBS. Выпуск был посвящён книге, только появившейся на полках книжных магазинов. Гарри в беседе с ведущим высказал мнение, что королевская семья ведёт кампанию по дискриминации его книги. Заявил, что британские СМИ вырвали из контекста его слова об убитых Афганистане талибах и сказал, что в последние два года ощущал присутствие матери больше, чем за последние 30 лет. Невозможно сказать, где мы были бы сейчас, если бы принцесса Диана была жива. Какими были бы её отношения, но расстояние между мной и моим братом ни в коем случае не было бы таким же. Она умерла в 36 лет, и мне было 36 лет, когда всё это началось. А в январе 2020 года мы с женой сказали, хватит, мы не справляемся, мы не можем с этим справиться, нам нужно придумать что-то другое. Так что это было интересное совпадение по времени. Отмечал Герцог. Продолжение следует... Продолжение следует...